Маргарита Бор О том месте, которое вызывает у меня дружь по всему телу, одновременно радость и ощущение счастья. И место это называется Абаджане, и находится оно в далекой Бразилии. Да, действительно, в далекой Бразилии, где много-много диких обезьян. Хотя мы обезьян там не видели. Мы видели знаменитого целителя, медиума, которого в народе зовут Джоао от Бога. Но он всегда говорит о том, что я тут ни при чем. Самое главное это Бог, а я между вами и им. И стараюсь принести все возможное для того, чтобы помочь вам излечиться. На самом деле, мы сами лечим себя. И приезжая туда, люди, которые открывают свое сердце, которые понимают, что им надо делать, как меняться, они помогают сами себе. Ну и, конечно же, Джануфгат – большая помощь. Вот. Что же еще хочу сказать? Да, во-первых, те, кто хочет нам позвонить в эфир и задать свои вопросы, они могут это сделать. Наши линии открыты. Если у кого-то возникнут любые вопросы, пожалуйста, звоните и спрашивайте. Ну, а я хочу начать с того, как я и Михаил, как мы попали первый раз в это место. И почему же, что же такое произошло? На самом деле, это было то, что называется по-английски calling, или нас позвали. Когда нам рассказали об этом месте, сердце просто затрепетало, и через две недели мы были уже там. Вот. И когда мы приехали, было очень сложно поначалу, потому что не понимали, куда идти, что делать, что происходит. Но понимание пришло чуть позже, потому что нашлись добрые люди, которые все объяснили, все рассказали. И хочу одно только сказать, что тем, кто хочет туда поехать, тем, кто вот сейчас нас слушает, тем, кто слушает меня сейчас, и это отзывается в их сердце, это значит, что их туда тянет. А если туда тянет, то лучше всего, конечно, поехать с человеком, который понимает, о чем идет речь, понимает, что там происходит, и может объяснить на понятном русском языке, что нужно делать, что нужно делать дальше, как нужно себя вести, и что будет происходить. Рита, могу задать вопрос? Конечно, конечно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мой вопрос следующий. А как вы думаете, кого могут позвать? То есть могут позвать любого человека, или человеку, у которого проблемы со здоровьем, или как вот? Позвать могут любого человека. И совершенно не обязательно туда ехать только тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Я не могу сказать, что у нас были серьезные проблемы со здоровьем, я думаю, что они у всех есть, просто, может быть, не все об этом знают. Но на самом деле туда ледут люди не только за того, чтобы вылечить какие-то свои физические проблемы, а для того, чтобы открыться, открыться духовно, изменить какие-то свои нехорошие качества, которые понимают, что им чего-то не хватает вот здесь, в этой жизни, и что-то нужно менять, что-то нужно делать. А что лично вы почувствовали и испытали? Я думаю, что в первый раз ни таких каких-то глубоких ощущений не было. Они произошли скорее уже во второй раз. То есть произошло понятие, что есть что-то другое, кроме вот этого нашего физического мира, есть что-то выше его, больше его, то, что мы, может быть, не видим или не можем пощупать, то, что, в принципе, называется там спиритизм. То есть вот эта вот связь между материальным и нематериальным. И иногда нематериальное оно берет вверх, и оно открывает сердце, и оно заставляет идти вперед и помогать себе, помогать людям, и движет нас вперед. А почему вы поехали второй раз? Просто захотелось. Просто очень-очень захотелось. Опять позвали, опять потянуло? Опять позвали, да. Опять позвали, опять потянули. Потянули, да, позвали. Но на самом деле этот второй раз, он принес гораздо больше. Хотя у меня был свой, своей реализацией, очень сильной реализацией. Когда я приехала во второй раз, мне хотелось получить вот ту самую духовную операцию, невидимую операцию, которую я имела в первый раз. То есть даже мне их сделали две. Мне хотелось получить эту операцию, 24 часа пролежать в постели. То есть после такой операции рекомендуется 24 часа спать. Вообще желательно спать. Это сделать очень трудно, но так рекомендуется. Как будто бы мы прошли настоящую операцию под наркозом, под настоящим наркозом. И вот почему-то Джоао мне эту операцию не давал. И я не понимала, что же такое происходит. Ну, потом пришло понимание, что, в общем-то, эта операция, она не нужна была. А скорее нужно было вот это вот нахождение, так называемый current room, то есть в зале медитации, рядом даже с ним, там довольно большая комната, можно находиться рядом с ним, ближе к нему, где более сильной энергии. И эти 3-4 часа медитации дают гораздо больше, чем вот та самая духовная операция, которую мне так хотелось. Скажите, Рита, вы же понимаете, что сейчас вас слушают люди, которые не просто не верят в это, относятся к этому скептически и даже, ну, и посылают в вашу сторону, может быть, даже и какие-то, ну, не буду говорить негативные, но странные чувства. И это нормально, потому что мы все разные, и совершенно необязательно всем сейчас взять, положить чемоданы, купить билеты и ехать в Бразилию. Поедут только, может быть, те, может быть, те единицы, которым действительно хочется туда поехать. А тем, кто относится к этому скептически, на самом деле, там очень много людей, которые относятся к этому скептически. Не верят. Не верят. Может быть, некоторые из них приезжают ради своей жены или мужа, для того, чтобы привезти, привозят их на излечение. Да, или помочь им при каких-то тяжелых обстоятельствах, для того, чтобы помочь им туда приехать. Но мы встречали там людей, которых, наоборот, которые привез, допустим, муж привез жену, а жена больная, а муж настолько проникся, что он сидел каждый день вот в этих самых медитациях, в медитационной комнате, и он рассказывал о том, что ему так там нравится, что он должен обязательно приехать еще раз. То есть мы все такие разные, никогда не знаем, что произойдет с нами в следующий момент. Скажите, Рита, вы же понимаете, что если вас позвали, и вы это почувствовали, следовательно, вы использовали вот эти чувства и это ощущение. А если люди вот не чувствуют это, как это можно прочувствовать? Потому что, наверное, может быть, нас многих зовут, но мы этого не знаем, не чувствуем, и, в общем, оставимся в неведении. Ну, один из способов, это, может быть, даже прийти к нам в центр, попробовать нашу кристаллическую установку и поговорить. Если, конечно, есть такое желание, есть такая открытость, но ничего не чувствуешь, может быть, просто надо пообщаться. С другой стороны, может быть, еще не пришло время, и делать ничего не нужно. Просто жить спокойно дальше, радоваться тому, что есть, использовать те методы и способы излечения, или это, пускай это будет не излечение, пускай это, может быть, просто духовные практики, которые люди уже используют, и просто работать и жить дальше, и стараться радоваться жизни. Но вы верите в то, что каждому человеку в свое время это может понадобиться, или его позовут, и он почувствует. То, что я хочу сказать, если человек ничего себе сейчас не чувствует, это значит, вы сказали, не настало время. А когда же оно наступит? А может быть, и не наступит в этой жизни, и это совсем необязательно. Человек не готов, и это ничего не знает. То есть он не готов именно к этому. Это не значит, что он не готов продолжать свою жизнь. То есть это неплохо? Мы не говорим о чем-то хорошем и плохом. Конечно, нет. Все, оно, все хорошо, на самом деле, все у нас всех хорошо. Только некоторые об этом еще не знают. Скажите, насколько вам помогло в жизни понимание вот этого чего-то духовного, большого, высокого, которое над нами? Чем это вам помогло? Лично? Ну, я думаю, что появилось ощущение радости где-то внутри, ощущение счастья просто потому, что живешь, просто потому, что светит солнце, просто потому, что природа, просто потому, что летом, весной появляется зелень, и вокруг нас такие замечательные, прекрасные люди. И если мы будем искать в людях хорошее, то мы обязательно будем радоваться. Но ведь другие люди тоже смотрят, видят солнышко, понимают, смотрят, что птички на небо смотрят. Но они там не были в Бразилии. Какая разница между вашей чистотой окружающего мира и между людьми, которые просто рядом с вами? Да никакой разницы. Никакой разницы абсолютно. Все люди, они хороши по-своему. И совершенно не обязательно ехать в Бразилию для того, чтобы открыть в себе это. Это просто был мой путь, возможно. А у других другой путь. Может быть, им вообще нужно поехать в Мексику, в All Inclusive Reserve и просто отдохнуть. Попахнуть, просто позагорать, побыть на солнышке. Скажите, а как много было людей вот в тот момент, когда вы приезжали? Кто туда вообще приезжает, вот к Джануфгат? На самом деле приезжает очень много людей. Там сейчас много людей ездит, русскоязычных наших, из Америки. Много людей из Европы, из Германии. То есть со всего мира выезжают? Всего мира. Из Европы очень много. Да, из России людей там пока мало появлялось, наверное, просто потому, что есть какие-то ограничения в том, что в языке, там не так много русскоговорящих. Ну, есть русскоговорящие гиды, конечно, но не знаю, просто, наверное, еще как-то не пришло время. Вот. А что говори... Да, как много вообще народу там, как много людей. Действительно, народу очень много, особенно в последнее время. Наверное, потому что приходит больше понимания, от чего зависит наше здоровье, от чего... В мире имеете в виду? Да, в мире. В воздухе вибрации повышаются, мы много об этом говорим. И, наверное, поэтому народ... Люди стремятся к какому-то другому пути излечения себя, помощи себе и окружающим. Поэтому народ... Людей действительно очень много. Там особенно, значит, сессии проходят в среду, четверг и пятницу. И поэтому именно в эти дни просто видно такое оживление. На самом деле, это маленькая деревушка, в которой вот находится этот духовный госпиталь. И там есть гостиницы, где люди живут и очень совершенно замечательно питаются. Маленькие кафешки, где можно отдохнуть и поговорить. И такие магазинчики, где продают ювелирные изделия, кристаллы. И на самом деле там больше ничего нет. Но еще замечательные водопады, о которых можно говорить отдельно. Совершенно потрясающая энергия, где смывается. Все плохое. Все плохое. Скажите, Рита, вы тоже верите в то, что наше здоровье зависит, ну, скажем так, от духовности, от наших поступков, от наших мыслей? Конечно, конечно, напрямую наше здоровье зависит от наших мыслей. Если мы мыслим позитивно, если мы стараемся что-то в себе изменить, убрать те плохие качества, как, например, зависть или обиду. Ну, то есть, если мы работаем над собой, замечаем это в себе, контролируем это в себе и пытаемся убрать, то непременно, непременно наступит просвет. Скажите, а вот те духовные операции, про которые вы говорили, это и есть вот это такое своеобразное очищение, своеобразная возможность очистить себя, перевернуть себя или же посмотреть на мир другими глазами? Да, это, конечно же, это один из способов. Эти духовные операции проводят над нами там так называемые entities, ну, по-русски это можно назвать сущностями. А те, которые как раз и вселяются в Джоао от Бога, когда он находится в таком трансцендентальном состоянии, когда он после того, как прочитав молитву, он входит в это состояние, в него вселяются духи. И, кстати, он сам говорит, что он гордится тем, что он именно таким образом может помогать людям. И вот там, сидя в этой медитации, она, которая проходит буквально, может быть, это 10-15 минут, но многие говорят, что с ними происходят совершенно невероятные изменения. Скажите, я не хотел затрагивать эту тему, как раз тему духов. Знаете, это всегда мистические вещи. По радио об этом очень сложно говорить. Вы знаете, не просто не верят. Люди вообще относятся даже к этому негативно. И поэтому не всегда нормально, не всегда правильно говорить об этом. Вы затронули сами эту тему. Вы можете как-то подоходчивее объяснить, что это за духи, почему они и как они помогают? В принципе, очень многие в это верят и понимают, что, в общем-то, существует... Если слово «душа», то есть духовность и есть духи. То есть это, в общем-то, звень одной цепи. Можете ли тогда поподробнее остановиться, чтобы те люди, которые не понимают, как-то постарались разобраться и понять именно то, что Вы имеете в виду? Ну, это как раз основа тех принципов, которые называются спиритизмом. Спиритизм отслеживает связь между материальным и нематериальным. Материальное присутствует в видимом нашем мире, а нематериальное — в том самом спиритическом мире. И вот эти самые энтити — это высокоразвитые и эволюционирующие духи, которые приходят из спиритического мира облегчить человеческие страдания. Эта миссия и осуществляется благодаря тому, что медиум Джоау использует свое тело, что говорится, как сосуд в работе целителя. То есть это те живые существа, которые жили давным-давно, в 18-19 веке — это известные доктора, и в основном это те, которые жили в Бразилии. Среди них такие, как... Ну, также там царь Соломон и присутствует, и доктор Августа очень известный, очень много других, которые называют. В принципе, когда Джоау произносит эту молитву и становится этим самым сосудом, объявляют, кто сегодня вот как бы в него вселяется, и кто помогает ему исцелять людей именно вот в тот день. То есть простыми словами мы будем говорить так, что просто как вот мы в фильмах смотрим, что духи, ну, знаете, есть фильмы или фантастические, или мистические, вселяются в человека какой-то дух, и он уже правит, скажем так, вот телом. Да, в хорошем смысле слова, да, 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 да. Именно так и происходит. К сожалению, это очень трудно поверить, или, к сожалению, или счастье. Но пока не съездишь туда, не поверишь, скорее всего, правда? Но, может быть, даже и не нужно так вот сильно вдаваться вот в эти подробности и объяснения, что там и как происходит, а просто отдаться этому процессу, отдаться той энергии, которая вот там существует, и поверить, больше ничего делать не нужно. Я бы хотела повторить телефон в студии, у кого все-таки возникнут вопросы, а это 847-520-05-05. Вот. Еще хочу уже сказать о том, что там в духовном госпитале, вот где находится Джоанна в Гад, есть 10 вот таких установок, таких, как у нас в центре. У нас уже звонок. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Да, слышим. Очень приятно. Был ваша третий класс. Меня зовут Маша Мария. Я хотела бы поделиться с вами, с вами как бы ощущениями, и от радости, от состояния того, что я там тоже побывала. И я услышала вот этот, кстати говоря, ко, так называемый, зов. Именно в той передаче первой, которую Репт с Мишей вели на радио, уже сразу после их первой поездки. Я как бы наслышана была об этом, но никогда не было смысла туда поехать. Вот я их передачу послушала, а я поняла, что я туда поеду. Я не знала, как это случится, когда это будет, но я точно знала, что мне туда надо. Вот. Я полностью разделяю все то, что сказала только что Рита, что место само себе, оно удивительно. Вообще обаяние этого места трудно передать. Вы знаете, когда туда просто попадаешь, еще даже не дойдя до вот этого, до места, где работает доктор Джанов Гатт, уже само место, понимаете, столько вот ощущения радости, какой-то свободы необыкновенной, какой-то полной такой гармонии, баланса. То, чего полностью у нас практически в нашей реальной жизни вот современно отсутствует. И вот это именно состояние, оно все время притягивает. Потом уже прошло время, я знаю точно, что я опять туда поеду, потому что вот на душа просит. То есть само место по себе, оно уникальное. То есть это место выбрано было совершенно не случайно для подобного рода работы, потому что там себя ощущаешь настоящим, свободным, радостным, счастливым человеком. И только в этой атмосфере возможно исцеление, потому что когда тебя окружает какая-то негативная установка, ты нервничаешь, заботишься, немного известно о чем-то, исцелением вступить очень сложно. Но, к сожалению, я хочу сказать такую вещь, что очень много встречаются людей, которые приехали туда уже с последней надеждой на исцеление. Они пробовали всякие методы, другие, но вот ничто не помогало, вот туда они едут. И многим, очень многим это как бы помогает, но, к сожалению, не всем. Поэтому вот эта передача очень нужна, чтобы люди поняли, что истинное исцеление идет все-таки свыше. При помощи Бога, как Джоаннов Готт говорит, я посредник между Богом и людьми больными. Поэтому вот я бы хотела, чтобы люди прислушались к этому. И все-таки как бы уже были, если еще болезней таких нет, но вы чувствуете какие-то недомогания, какие-то ситуации, психологически тяжелые состояния, или не понимаете, что с вами происходит в реальности, если есть возможность поехать, просто побыть там. Потому что очень много открывается там, и вы можете избежать очень многих проблем. Как они говорят, что эти души, энтитес, они видят ваши, так сказать, залежи, ваши кармические залежи. И то, что с вами может произойти в будущем, они могут предотвратить. К сожалению, мы знаем только один такой сейчас госпиталь, крупный мере. Я вообще, моя мечта, когда туда попала, думаю, почему таких нет госпиталя тысячами, где люди бы открывали Бога в душе. И могла бы по-другому жить, быть счастливыми, радостными, институтами, радость, счастье и свет всем окружающим. То есть я полностью как бы поддерживаю эту тему, которую вы начали на радио. Она очень важная, нужна людям. И, как говорится, вот только позвонила поделиться, и спасибо большое Рите, что нашли возможность с Мишей вот это все создать, сделать и рассказывать людям. Спасибо, спасибо, Маша, большое. Спасибо. Да, я действительно хочу сказать о том, что помогает не всем. У нас еще один звонок. А, у нас еще звонок, да. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, к сожалению, Америка переполнена, перенасыщена ненормальными людьми. Вот принимаете ли вы в свой круг общения людей с запранутой, с поврежденной психикой, как и помогаете ли им встать на правильный путь? Вот вопрос мой. Спасибо. Конечно, мы принимаем всех, и если... Мы, наверное, даже больше принимаем тех, потому что можно им помочь. Да, конечно, мы принимаем всех, кому сможем помочь, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, у нас есть люди, которые, если вам не... Вы не готовы... Рита, но здесь двойной подтекст был в этом вопросе, потому что действительно Америка, в общем, сегодня немножко ушла куда-то, но я не буду говорить в сторону, и не буду называть те моменты, о которых сказал радиослушатель, но мне кажется, чем больше будет вот таких передач, как вы ведете, чем больше будет ваших центров, чем больше будут рассказывать и давать информацию, мне кажется, это будет помогать и вот людям, о которых мы говорим. Мы на это очень надеемся, что это поможет. На самом деле, действительно, помогают не всем, кто приезжает в Бразилию, это помогает не всем, но это совершенно не значит, что не нужно пробовать и делать что-то такое, что-то необычное для себя. У меня был вопрос, наверное, последний вопрос, очень важный. Дело в том, что мы всегда задумываемся о чем-то серьезном или обращаемся к Богу, когда нам плохо или когда мы уже заболели или когда уже тяжелая ситуация. Скажите, а вот предотвратить что-то, поехав туда, возможно? Конечно, возможно. Вот я думаю, сейчас наша радиослушница как раз об этом и говорила. А те, кто чувствуют, что что-то с ними не так или какие-то недомогания, только начинаются. Как раз, может быть, это тот самый момент, когда и надо попробовать и поехать и что-то сделать для того, чтобы улучшить свое состояние, а не ждать, когда станет хуже. Но в первую очередь надо поверить, надо поверить. Но если кто-то готов ехать не веря, это тоже можно сделать и уже поверить там, на месте. Как вы сказали, что лучше ехать просто со специалистом, который уже знает, это действительно важно? Да, это очень важно. Мы с этим столкнулись, когда были первый раз, потому что много было вопросов, но трудно было найти ответы. И поэтому действительно, я хочу сказать, что я собираюсь туда ехать буквально в конце апреля, в мае, у меня есть разрешение вести с собой людей, так что, если у кого-то появилось такое желание, могут обратиться к нам, позвонить по телефону 847-345-0988, я отвечу на все вопросы, помогу, расскажу, и мы попробуем это сделать вместе. А вы можете, например, помочь в плане того, что нужно человеку ехать или не нужно, к вам могут обратиться? Вот просто чисто, знаете, Чисто поговорить. Поговорить, да. Чисто поговорить. Конечно, с удовольствием поговорим. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Будьте все здоровы. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok